Привет, меня зовут Антон, и это видео на сайте кадр.ком. Всего немногим более года прошло с тех пор, как свет увидел первую беззеркальную камеру. Ею стала Sony Alpha 7. Тогда это было что-то невероятное. Sony начала готовить рынок к тому, что маленькая беззеркальная камера может давать качество топ-уровня, и большие зеркалки уже не будут обязательными для профессионалов. Сейчас же вышла Sony Alpha 7 Mark II. Что же произошло за этот год? Что же Sony попыталась улучшить? Стоит ли обладателям первой версии апгрейдиться? На эти вопросы мы пробуем сегодня ответить. Внешне новая версия отличается значительно. Она толще и тяжелее. В новой версии больше кнопок для настройки управления под себя. В целом эргономика очень хорошая и не вызывает вопросов. Рукоятка стала заметно больше. Ее очень удобно держать в руке. До каждого органа управления легко дотянуться. Раньше маленькая камера выглядела с большими стеклами игрушечной, и баланс был нарушен. Кнопка спуска затвора теперь немного впереди, а не на верхнем торце, как было в первой версии. Я считаю это отличным улучшением. Снимать стало намного удобнее. Такое ощущение, что кнопки просто теперь там, где они должны были быть. Оба колесика для настроек также удобны и расположены, как у больших DSLR. Раньше это выглядело достаточно пафосно, но теперь они стали намного более функциональны и самопроизвольно вряд ли прокрутятся. Корпус сделан очень качественно, все металлическое и идеально собрано. Остальные элементы в принципе остались такими же или с незначительными изменениями. Альфа 7 второй версии это серьезный аппарат, который вы сможете использовать из года в год. Нарекание может вызвать, наверное, лишь крышечки разъемов, которые не откидываются, как в прошлой версии, а выковыриваются. Это достаточно неудобно. Камера стала тяжелее. 599 грамм против 474 в первой версии. Это важно для тех, кто выбирал Sony за компактность и легкость. А теперь камера весит всего лишь на 160 грамм легче, чем Canon 6D, который стоит дешевле. Как по мне, камера больше заточена под фото. Об этом говорит и 24-мегапиксельный полнокадровый сенсор, который здесь установлен. Электронный видоискатель камера также унаследовала от первой версии. Мне очень удобно им пользоваться, особенно в яркое солнце, когда на заднем экранчике ничего не видно, а видоискатель и понятно, пересвеченная у тебя фотография или недосвеченная. По качеству в Альфа 7 Mark II экран отличный. Возможно, он уступает таковому в Fuji X-T1, но он точно один из лучших на рынке. Считываемость информации хорошая. На солнце экран блекнет, но остается читаемым. Светопередачей у меня претензий нет. Экран не сенсорный, а зря. Потому что выбор точки фокусировки касанием пальца – это очень даже приятное дополнение. Автофокус – это то, из-за чего часто критиковали первую версию. Все-таки, если уж замахнулись на профессиональный сегмент, то надо соответствовать. Здесь его улучшили. Sony заявляет, что автофокус стал быстрее на 30% и похож на тот, который установлен в Альфа 6000. Но по ощущениям эту цифру тяжело проверить. Практически камера достаточно шустрая и цепкая. Мне кажется, те, кто жаловались на автофокус, просто не разобрались в его настройках. Я в целом никогда не был фанатом меню камер Sony, и тут у меня тоже появились вопросы. На изучение и настройку клавиш ушло пару дней при желании разобраться. Много разных ситуаций проверить не успел, но как итог могу сделать вывод, что Sony сделала определенное улучшение для тех, кто жаловался. Но количество кадров в секунду осталось по-прежнему небольшим – всего лишь 5. Это сравнимо с Canon 5D Mark III и Nikon D810. Но все равно о серьезных репортажных задачах придется забыть. Эта камера рассчитана на спокойный стиль работы. При ручной фокусировке автоматически включается зуммирование картинки. Это очень удобно. Также есть фокус-пикинг для камеры, которая будет часто использоваться с не-автофокусной оптикой. Это очень полезные опции. Но все это тяжело назвать революционными изменениями. Давайте поговорим о чем-то по-настоящему новом. Sony Alpha 7 Mark II – это первая камера со встроенной системой стабилизации изображения. Остальные производители фулл-фреймов, такие как Nikon, Canon и Leica, используют пока что только оптическую стабилизацию. Тут преимущества очевидны. Их 5-осевая система стабилизации изображения – это первая система, которая позволяет вам получить стабилизацию с любым объективом, который вы сможете установить на Sony Alpha 7 Mark II напрямую, либо через переходник. Все ваши любимые объективы теперь будут стабилизированы. Те фотографы, которые снимают с дневным светом в темноте или любители ретро-оптики, должны просто ликовать от счастья. А те объективы Sony, в которых еще есть оптическая стабилизация, дают вам возможность получить двойной уровень стабилизации. Давайте быть объективными. Как часто нам требуется стабилизация изображения? Если мы снимаем в светлое время суток, снимаем со штатива, либо в студии, то стабилизация нам не нужна. По сути, всегда, когда у нас есть возможность снимать без шевеленки, стаб нам не нужен. А если говорить о телевиках, там вообще внутренняя система стабилизации проигрывает оптической из-за ограниченного диапазона сдвига сенсора. Поэтому для профессионалов все преимущества теряются. Видео-возможности также были улучшены. Теперь камера умеет писать ролики в формате XAVC-S с возможностью включения S-Log 2 Гаммы. Это такой себе аналог Science Style, который позволяет получить больше возможностей для цветокоррекции у профессионалов. Светочувствительность у Sony Alpha 7 Mark II такая же, как у первой семерки. От 50 до 25600 ISO в расширенном режиме. Конечно, на ISO 25000 у вас уже появляется и шум, и цветовой сдвиг. Но вот 6400, иногда даже 10000 вполне рабочие, если не увеличивать до 100%. А сейчас мы вместе с моей подругой Дианой немного погуляем по городу, чтобы протестировать пятиосевую систему стабилизации, а также поделать красивые фотографии. Продолжение следует... 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 Ну что ж, будем подводить итоги. Плюсы у камеры такие. Улучшенная эргономика, отличный дизайн, все еще небольшой вес, металлический корпус, защита от неблагоприятных погодных условий, встроенная пятиосевая система стабилизации изображения, плюс, если у вас есть уже стекло с составом, то дополнительная стабилизация, наличие Wi-Fi, NFC, а также всех необходимых разъемов, таких как разъемы для наушников и микрофона. К минусам я отнесу достаточно громкий звук затвора, хотя зеркала в камере нет, увеличенный вес относительно других фулл-фрейм камер, запутанные при включении точки автофокусировки, достаточно долгая реакция камеры после включения, а также то, что батарея выдерживает около 300-400 снимков, этого очень мало для серьезной работы. Все преимущества новой камеры были озвучены, и в целом сводятся к появлению пятиосевой системы стабилизации изображения, а также другим некритическим улучшениям. Так что, если вы обладатель первой семерки, то вам стоит серьезно задуматься, стоит ли обновляться. Все зависит от вашего стиля съемки и то, насколько сильно вам нужна стабилизация. Но, если вы не обладатель камеры от Sony, а только выбираете себе фулл-фрейм, то перед вами также стоит выбор. Покупать ли новую Alpha 7 Mark II, которая всего лишь немного дешевле зеркальных аналогов от Nikon и Canon, либо купить первую версию Alpha 7, которую сейчас предлагают по суперкрутой цене. Sony Alpha 7 Mark II нам сейчас предлагают по цене 1700 долларов за бадди. Плюс в том, что мы получаем новую камеру по старой цене, но в то же время Alpha 7 стоит 1300 долларов, что является самым дешевым фулл-фреймом на сегодня. Так будет ли новая Alpha 7 Mark II Pro камерой, это пусть каждый решает сам для себя. Я скажу, что вторая семерка очень и очень хороша, но думать придется быстро, потому что, по слухам, Sony готовит Alpha 9, топ-камеру, которая в линейке будет выше, чем Alpha 7. Вы смотрели обзор беззеркальной фулл-фрейм камеры от Sony Alpha 7 Mark II на сайте кадр.com. Лайк, шер, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok